В принципе, без затруднений прилетели. Проблем, в общем, не возникло у нас. Как давно вообще решили, что вы хотите в Соединённые Штаты? Сколько прошло времени? Ну, около пяти лет, наверное. То есть хотите пять лет уже попасть в Ленинг? Ну, а так вот по дороге какие-то трудности были, о которых хотели бы рассказать? Трудности вообще не возникало. Я знаю, что там в Германии. А, в Германии, да, у нас, получается, посадочный талон нам в Москве не выдали. Так получилось, что во Франкфурте я узнал, что у меня их нету. И вот попросил Илью помочь, как бы, Илья в течение пятидесяти минут уже решил этот вопрос. И получили мы эти посадочные талоны до Канкуна. Ну, а в Канкуне общее впечатление, как о Канкуне? Что здесь делали, где были, на чём передвигаемся, где живёте? Сняли машину в аренду, ездили пирамиды, на пирамиды Майя съездили. Очень красиво. Вот на пляжу сейчас находимся. Красота вообще, да? Как погода? Погода вообще шикарная, если честно, шикарная. А какие планы по Америке? Где планируете быть? В Америке? Ну, планируем в Чикаго или Нойс, туда. Я знаю, вы едете большой семьёй. Сколько у вас человек? Нас четверо. Жена и вот две маленькие дочки. Так, а вот по ценам. Я знаю, что вы были в магазинах здесь, в Канкун. Как по ценам? Цена образования. Цены, в принципе, дешёвые. Если сравнивать с Москвой, здесь намного дешевле. В общем, и продукты, и питание. Дешёвое, да, здесь? И вкусное причём. Понятно. Хотели бы что-нибудь передать тем, кто сейчас планирует эмигрировать через Мексику, из Кыргызстана? Ну, что хотел бы сказать. В принципе, приезжайте, работайте с Ильёй. В принципе, можно довериться этим людям. Всё, в принципе, как говорят. Сами люди, если честно, хорошие, да? Да. Спасибо. Друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Спасибо. Спасибо.